всем привет с вами кир уланов маркетинг геймерс и и вот это видео оно должно было выйти реально несколько дней назад этого не случилось по причине того что видео я записал даже 3 немножко наперед запасом но я допустил ошибку я не выставил свет и в итоге видео получилось очень зернистое я его просмотрел контентом доволен а картинкой я не доволен поэтому вот вы видите сейчас на экране вот эти вот видео первое которое записал видео 2 видео 3 они все в одной локации и у картинка отвратительная поэтому я принял решение переписать данное видео чтобы картинка не резала вам глаза и так что же сегодня будет в этом видео будет контент что за контент смотрите я хочу поделиться с вами той моделью которая у нас очень круто работает которую мы внедряем в бизнес наших клиентов это новая модель работы с вашей аудиторией которую вы до сих пор еще у себя не применяете как правило большинство предпринимателей на русскоязычном рынке взаимодействуя со своим маркетологом ставят ему задачу быстро сделать продажи не задумываясь над тем что его бизнес бизнес предпринимателя это не спринт это марафон а именно забег в долгую а если маркетолог без особых амбиций он скажет да окей выстроит быструю воронку а именно там лид магнит потом tripwire или там one time offer именно продажи какого-то первого недорогого продукта там доллар 2510 который якобы включает покупательскую способность человека и это меняет статус из читателя в покупателя и это там окупает трафик все это булщик все это вам сейчас не актуально если вы хотите двигаться в долгу раскрывать максимальный потенциал вашей воронки вам нужно выстраивать отношения с вашей аудитории потому что если вы не выстраиваете то вы потом на всех своих уровнях воронки вы сливаете деньги то есть вы их просто тупо не дозарабатывается и так что же делать в таком случае вам крайне важно выстроить модель потребления ваших продуктов платных либо же бесплатных начнем с бесплатных ну например у вас подписчик скачал ваш лид магнит успевает ли он его потребить внутри вашей воронки или вы сразу предлагаете им какие-то новые продукты на внедрение якобы быстрое если же вы не предлагаете потребить то если вы смотрите сквозную аналитику если она вас настроена то вы видите что у вас трафик плохо конвертит на всех уровнях и у вас окупаемость в конце воронки в лучшем случае это там двести процентов это прям будет окей но чтоб достичь 300 400 500 и выше вам нужно правильно настроить модель потребления то есть цель вообще ну например цель лид магнита это решить какую-то одну ярко выраженную проблему вашего аватара который его скачал этот лид магнит и уже в процессе потребления у него должно вскрыться вот это вот желание узнать больше или побыстрее решить и тут даете ему например этот известный всем tripwire или one time offer который решает его проблему прям быстро в действии точечно и потребление этого tripwire открывает потребность в следующем продукте это та модель которая должна быть реализована если у вас это не так то вам нужно это максимально быстро менять потому что это решает исход успеха вашей воронки и вот внедрив модель потребления вы сможете открыть для себя те прибыли которые уже возможны в работе с текущей аудитории внутри вашей маркетинговой воронки но что же делать если у вас например там не образовательный бизнес не продажа услуг а например продажа физ товаров как можно внедрить модель потребления ну во первых контентная пристройка воронки она вас обязательно также должна быть те же там лид магниты tripwire и те же контентные продукты до воронки внутри воронки это крайне важно для вашего бизнеса я предлагаю вам рассмотреть модель потребления под другими углами и взяв за пример макбук там не знаю iphone или к примеру там куда пароварку там кофемашину этих примеров будет достаточно например iphone человек его приобрел и пользуясь телефоном он не догадывается он может думать эту сторону но не догадывается что он использует только там 15 в лучшем случае 15 процентов всех возможностей этого девайса но есть 85 процентов оставшихся которые да ему может быть все не нужны но еще хотя бы там 5 10 15 процентов ему будут очень полезны чтобы делать более качественную видеосъемку может быть пользоваться какими-то программами которые оптимизируют его там время затраты в общем разные какие-то геймифицированные решения которые сделают его жизнь более красочней он станет более эффективен в общем то есть человек об этом не знает и ваша ключевая задача когда человек приобрел продукт платный но предположим это платный продукт и помочь его правильно потребить правильно воспользоваться вашим девайсом снабдив этот продукт дополнительными чек-листами какими-то видео уроками потому как раскрыть максимальный потенциал того гаджета который человек у вас приобрел я видел что уже разные магазины внедряют даже мастер-классы по тому как раскрыть потенциал техники apple это очень круто тоже может быть использована и в кофемашине например и в пароварке в любых продуктах которые вы продаете вы можете пристроить контентное направление которое будет раскрывать суть того что человек приобретет а вот если это обучающий продукт то здесь все понятно то есть вы чека ведете из точки одной в точку другую даете ему там результат он доволен все круто и потом у вас покупать дальше сплатным продуктом обучающим тоже все предельно понятно если это например там услуга то может быть там почистки ковров чеки заказал вы ему оказали услугу он остался доволен счастлив и вы ему дальше в рамках своей контентной стратегии вы ему даете контент который помогает ему правильно дальше ухаживать за этим прекрасным ковром и этот контент он должен быть у вас разумеется в рамках стратегии контент-маркетинга и когда чек будут потреблять этот материал вы знаете уже заведомо перед тем как давать ему этот контент в какой момент вы ему строите ту или иную до продажу какого-то не знаю там какой-то брызгалки пшикалки щеточки потому что вы ему в процессе контента взрастили в голове потребность что он может и сам но с вами это будет более эффективней это будет более тщательный качественней дальше уход за этим ковром в общем есть много разных решений я уверен что вы найдете то решение которое будет максимально отвечать вашему запросу мы сейчас кстати маркин геймерс и в клиентских проектах мы тестируем чат ботов то есть модель где мы максимально близки к нашему потребителю где процент конверсии открытия нашего сообщения достигает 90 процентов плюс когда в то же время email маркетинге просто когда отправляем письмо на почту средняя открываемость по рынку 25-30 процентов лучшем случае если с базы ведется работа обычно если это старая база не собранная вот только сейчас если старая база это там 12 15 9 где-то вот колеблется в этих пределах я уверен что в ближайшем будущем мы выкатим свежие кейсы по чат-ботом которые вы сможете для себя смоделировать и изъять оттуда интересное решение которое вы сможете применить у себя также в грядущее воскресенье мы выгрузим уже записанное видео по видеоразбору компьютерной игры hitman кодовое имя 47 я в соц сетях выложил пост с небольшой превьюшкой такой демкой того видео которое уже для вас записано мы сейчас вносим ряд корректировок но именно по визуалу и выгружаем уже совсем скоро именно вот в грядущее воскресенье вам будет зрели очень полезно так как многие предприниматели маркетологи просто не смотрят эту сторону потому что игру многих ассоциируется с просто страты времени и ни с чем другим мы же нашли там те решения которые можно использовать в бизнесах которые продают например так из товары услуги либо образовательные продукты не имеет значения что вы продаете я там поделился тем что вы можете взять и у себя внедрить и получить результат в общем если модель потребления с вами срезонировалась вы понимаете что да ее нужно внедрить каждому своему продукту при этом отслеживая потребление именно этого контента через систему аналитики и через систему например опросов потребление вашей аудитории если вы это сделаете поставьте палец к этому видео если вы до сих пор не подписаны на этот youtube канал я рекомендую подписаться потому что у этого канала есть большая идея избега идеи что собственники бизнеса должны быть сфокусированы на зарабатывание денег а роботы технологии и в целом системы должны освобождать собственника от рутины и от всех ненужных действий которые мешают ему на пути к достижению той цели которую он перед собой поставил и пожалуйста пишите комментарии к этому видео что узнали нового чтобы вы хотели увидеть следующих выпуска потому что я с вами взаимодействую по комментариям и повод лайкам к этому видео вы ставите лайк если вам нравится выставите гизлайк если вам что-то не понравилось но всегда пишите комменты потому что по лайкам по дизлайкам не всегда понятно не всегда понятно а по комментариям понятно всегда спасибо то что просмотрели это видео до встречи в завтрашнем видео-выпуски. С вами был Кира Уланов, Marketing Gamers. Спасибо еще раз, пока.